Зигмунд Эйнштайн Волшебство на кухне Полный спектр крупной и мелкой бытовой техники Передовые технологии и оригинальный дизайн Зигмунд Эйнштайн Вкус к жизни И вновь галерея вкусов на экранах ваших телевизоров Добрый день, дорогие телезрители Не буду вас долго томить Давайте сразу познакомимся с нашей сегодняшней семьей Сегодня в гостях галереи вкусов Замечательная, добрая, красивая семья Кунаховых Асхаб и Диляра Асхаб является представителем администрации Москова порта Республики Дагестан А также предприниматель Ну а Диляра воспитатель В частном детском саду Ну и вот та самая замечательная семья Которой я вам говорил Асхаб, Диляра Очень приятно, что вы к нам сегодня пришли Проходите, посмотрите, все ли у вас здесь есть сегодня из продуктов Чтобы потом у нас все получилось очень вкусно Так как мы с вами до начала съемок договаривались Да Итак, вы к нам прибыли Как добрались? Отлично Как вам погодка? Ну, погодка сейчас уже, как говорится, радует До этого была вообще духота, жара Но сейчас более-менее уже В такую жару хотелось бы узнать Какие блюда вы нам приготовите сегодня? Вот как раз-таки это жара Навела на мысль мне приготовить все-таки В первую очередь Моя любимая мохито Безалкогольная Вот Потом фруктовый салат С мороженым Я приготовлю турецкий хинкал И любимые наши блины Турецкий хинкал навеял Турецкий сериал какой-то? Нет Я сериалы не смотрю К счастью, наверное Абсолютно ненавидим эти вещи А кулинарные передачи смотрите? Кулинарные передачи, наверное, скорее всего В инстаграме И сейчас, конечно, уже буду смотреть После такой вот передачи А вот такой вопрос Турецкий хинкал Чтоб я себя внутренне уже готовил Больше на какой походит? На какой хинкал? Да, похож больше всего Ну вообще ни на что, наверное Я его сравнила бы, наверное, с даргинским хинкалом Почему? Потому что он тоже как бы связан со слоями С рулетом С коржом Ага Это вот это вот у нас уже часть турецкого хинкала лежит здесь? Да, да, да Это очень легкое такое блюдо Легкое приготовление Понял Но перед тем, как вы начнете Давайте, раз уж мы начали говорить О составляющих тех или иных блюд Обсудим вам Что входит в каждое из блюд Которое вы сегодня нам приготовите Рассказывайте Турецкий хинкал Я же еще раз повторяюсь То, что это очень легкое такое блюдо Очень быстрое Вот, например, если к вам нагрянули гости И вы думаете, что же сделать И такие вот ингредиенты очень простые Это фарш Это репчатый лук Кинза, укроп Да, вот то, что под рукой попадется Любая зелень Можно импровизировать Можно из чего угодно Из чего угодно Да Главное, чтобы были эти лаваши Но эти лаваши можно или приобрести в супермаркете И можно даже самим приготовить Ничего сложного в этом нет В принципе Вот И сыр нам необходим Да Гауда сыр, да, плавленый А сыр куда он там будет? Сверху посыпаться? Сыр он будет и внутри, и сверху Отлично Второе блюдо у нас было? Второе блюдо Это блины Блины с шоколадным маслом С шоколадным маслом? Да То есть вот у нас шоколад Да, с шоколадной пастой, можно так сказать Ага, и еще у нас тут А, пастой И бананом, да Такой вот И банан То есть После легкого хинкала Так неожиданно звучит Нас ждет тяжелый десерт Да Шоколадно-банановый И в конце Мы добиваем гостей чем? Сладостями Я все-таки Это моя, наверное, стихия Я люблю очень сладкое Я приготовлю фруктовый салат На сливочном мороженое Вот И у нас будет мохито безалкогольное Вот Это, наверное, все-таки будет актуально Нашу жаркую Я извиняюсь Вот это все количество мяты войдет Нет В состав безалкогольного мохито Мне кажется, человек, который выпьет Он поймет, что это было безалкогольное Я не стал выбирать Просто выглядит эстетично Пускай Зелень всегда угрожает Мы сегодня по всему торговому доме Киргу Раздадим мяту Мне кажется, чтобы все были довольны И спокойны И чтобы не переживали При покупке тех или иных товаров Ну, что же, дорогие телезрители Мне кажется, самое время приступить К приготовлению наших замечательных блюд Я напоминаю вам, что мы находимся В торговом доме Киргу В доме, в котором есть абсолютно все Для вашей семьи мы начинаем Начинаем Итак, с чего начнем? Рассказывайте Ну, наверное, все-таки она начнет Я начну с приготовления нашей смеси Да, вот мне необходимо потушить фарш с грибами, с луком и зеленью В общем, вот я займусь нарезкой Я, конечно, извиняюсь, асхаб у нас, как правило, приходят мужья Он чисто просто, чтобы комментировать, как обычно Нет, нет, я сейчас точно так же начинаю приступать к делу В прошлую передачу у нас супруг нарезал болгарский перец И ближе к концу передачи один перец все-таки он нарезал Который уже не пригодился нигде Сегодня у нас ждет та же самая ситуация Нет, 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 наверное, все-таки здесь шедевральное искусство будет проявляться То есть мы еще мохито сразу начнем готовить? Нет, все-таки, наверное, с фруктового салата начнем Фруктового салата, отлично Давайте начинать Мы, значит, готовим турецкий кинкал и мороженое, да, мы сказали? Да, фруктовое Все, замечательно Ну, расскажите мне, какое любимое блюдо, вот параллельно уже готовьте Я вам не буду мешать Какое любимое блюдо вообще у вас считается в семье? У меня вообще считается шашлык Я люблю мясо Мясо давай А шашлык дома вы часто готовите? Да, очень часто Что на это говорят соседи? Ну, честно говоря, иногда некоторые соблазняются запахом Вы в частном доме живете? Нет, к сожалению, в секции Но у нас первый этаж На балкончике? В качестве ведущих на интересных мероприятиях Знаете, я еще оговорился, путешествовать хотел сказать И ввиду своей профессии сказал гастролировать И в точку, оказывается, попал Оказывается, тут у нас творческие люди Я думал, ты знаешь про это Теперь знаю Буду делать вид, что знал с самого начала Мы этот момент вырежем Вот, шоу экстрасенсов на ТНТ не прошло даром Да На самом деле, как таковым мы ведущими не являемся Просто спонтанно нам сказали Все, вы ведущие И мы как? Как? И все начали Как-то вроде бы получалось Людям нравится и так далее То есть я сегодня спокойно могу уйти сейчас И вы проведете передачу Не-не-не, у нас есть волнение Все это в первый раз Столько камер и так далее Но я заметил, что у вас есть волнение, Асхаб Потому что уже прошло минут пять А вы еще ни к чему не притронулись Да, я кстати Мне кажется, это неспроста все происходит у нас сейчас Да-да-да, мне-то что-то здесь не нужно Что вы ищете, расскажите Все, миска нужна Путешествовать любите? Да, конечно Любим путешествовать Где бывали? Мы пока по России Или как в этом было сказано Дальше Хасавюр-то нигде не был А вот по России Самый запомнившийся вам город Мне Питер больше понравился, чем Москва Та площадь, там Исаакиевский собор Который вообще меня поразил своими колоннами И самое интересное было то, что вот эта колонна Куда попал снаряд Она с места даже не сдвинулась Если встречал этот момент Советую посмотреть на это зрелище На самом деле Я в шоке был В сороковые годы Чтобы выстраивали вот такие сооружения И до такой степени все прочно И это не просто какой-то кирпич А из гранита Мне вообще нравится эта сфера строительства Я работал в мебели и так далее И вот эти все мне конструктивные моменты Мне на самом деле нравятся И когда я увидел все это сооружение На самом деле я только восхищался этим А вот как правило Дагестанцы, которые едут в Москву Или в Питер Они возвращаются и всегда говорят Ой, дома намного вкуснее Все Ну, я честно говоря Продукты натуральнее Так ли это на самом деле? На самом деле да А не было какого-то блюда Которое вот здесь не готовят А там вот готовят И за счет этого вам нравится Почти тот или иной город Пока с грузинского ресторана Так больше прикололся Можно так сказать Прошу прощения за свой французский Это был ягненок Или нет Все-таки, наверное, козел На вертеле И его подавали А как вы поняли, что это был все-таки козел? Кусочек рога Все понятно Вот, и он был такой целиком приготовленный Вот, своего рода как куры-грыль готовят же Вот, и его точно так же готовили И это как получалось Блюдо от шеф-повара Которое подавалось так, бонусом Вот это мне понравилось, так скажем А вот мы коснулись вопроса работы Вы сказали, что вы работали и в мебельном И еще где-то связано со строительством Сейчас где вы работаете? Сейчас работаю в администрации морского порта Что это значит? Администрация морского порта Вы там отвечаете за корабли Вообще понятие администрации морского порта Это такое понятие растяжимое Там порт Это вообще разделяется на множество филиалов И так далее За рыбу кто отвечает? За осетрины мне скажите Кто отвечает? Может быть, к счастью или к сожалению Мы не отвечаем за это Я вас умиряю, к сожалению Что вы не отвечаете К сожалению, значит Сейчас бы мы готовили совсем другое блюдо Если бы вы отвечали за осетрины Но мы там отвечаем за судозаходы Контролируем заезд Или как приход, или уход Как правильно лучше сказать Кораблей Какие-то пассажирские или товары Нет, танкеров, товарных, сухогрузы и так далее В общем, такого рода деятельность Выдаем судовые билеты Как говорят Так скажу, грубо говоря, как ГАИ Только морское Понял А такой вопрос, Асхаб Вы про Диляру на работу тоже нам расскажете? Или все-таки у нас есть возможность сегодня услышать голос Диляры? Вперед! Диляра, расскажите, пожалуйста А вы где работаете? Я работаю в частном детском саду Little Star Воспитателем В частном детском саду? Да Как называется? Little Star Маленькая звезда А как вы думаете, с чем связано огромное появление количества частных детских садиков? У нас не справляются государственные, муниципальные сады? Мне кажется, вопрос в родителях Потому что каждый родитель, мне кажется Есть доверие, вы думаете? Нет, не то, что нет доверия Они хотят индивидуальный подход к каждому ребенку А в частные детские сады Предоставляют такую возможность родителям Да, причем потому что там небольшие группы В общем И есть такая возможность уделить внимание каждому ребенку А скажите, пожалуйста Вот у вас же, наверное, есть дети, да? Да, двое детей Сколько? Двое Двое Хотите, я угадаю, мальчик и девочка? Я даже больше могу сказать 8 и 5 лет Да Все правильно Девочка и мальчик Как так получается? Вот вы целый день возитесь с чужими детьми Приходите домой Дома еще свои дети Еще Асхаб, наверное, приходит и говорит Хочу шашлык Как удается сохранить это терпение? Вы знаете, я, наверное, не зря выбрала Именно вот эту должность воспитателя Почему? Потому что я с детства люблю детей И для меня вот дети, это, наверное, самое такое чудесное то, что есть вот в жизни, да? Это дети И я У меня хватает времени уделить и своим детям внимания, и Асхабу Скажите честно Вот признайтесь Сейчас вот вас смотрят тысячи людей Вот вы пришли домой Вы даете детям в руки айфоны или айпады, чтобы просто отдохнуть от них? Есть Наши дети, наши дети не любят айфоны и айпады, да, Асхаб? Нет Вот нам с этим очень повезло Они любят такие живые игры Они просят папу с ними в догонялки и в прятки поиграть Они просят меня Побоксировать Там что-то с ними сконструировать, порисовать, покрасить, да А как вы этого добились? Вообще расскажите секрет успешной семьи Чтобы и дети хотели не сидеть за айпадами, а именно играть в живые подвижные игры И чтобы супруг приходил довольный и готовил шашлык Наверное, все-таки я скажу Я не скажу, что мы являемся прям такой сильно успешной, там, эталоном такой семьей, как бы, да, вот Но мы стремимся к этому На самом деле лучше детям уделять самим внимание, чтобы потом не быть разочарованными, да, вот Что кто-то, если не вы, обучил вашему ребенка чему-то непонятному, да, вот Все-таки то свободное время, вот у нас, вот, друг наш, не то что был, а он есть Вот, он нам постоянно про это талдычил, да, вот Видите свободного ребенка, займите его, да, то есть он не должен просто так где-то что-то стоять Чем-то непонятным заниматься А реально надо его занять Ну, хочу сказать честно, но у меня иногда это очень тяжко получается Она мне постоянно напоминает, ну, удели ты время и так далее И приходится через, там, я не знаю Через не хочу Через не то что даже не хочу, я хочу, просто иногда через не могу, получается, что надо это делать Вот, и на самом деле, когда начинаешь с ребенком играть А потом, когда отходишь от него и на работе там сидишь, задумываешься Ну, как все-таки хорошо, то что я все-таки с ним провел это время, а не где-то там Замечательно Всегда приятно, когда детям уделяется столько внимания И у меня такой вопрос Как вам наша техника Зигмунштайн, техника со вкусом? Я вообще про этот бренд не только наслышан Ну, сейчас, конечно, пользуется ей удобно Это на самом деле То немецкое качество, которое должно вообще присутствовать везде И это должно браться как за эталон, наверное Очень легко и просто пользоваться Интуитивно понятно и так далее Ну, теперь вы и от наших сегодняшних гостей Узнали о том, что Зигмунштайн Это действительно очень качественная, хорошая техника Всю линейку Зигмунштайн Вы можете найти здесь, в торговом доме Киргу В доме, в котором есть абсолютно все для вашей семьи Не переключайтесь, мы ненадолго прервемся Мы вернулись в студию галереи вкусов Дамы и господа, для всех, кто воочию хочет увидеть, как проходит съемка Спешу сообщить вам, что мы находимся на четвертом этаже торгового дома Киргу Дома, в котором есть абсолютно все для вашей семьи Скажу даже больше, сегодня мы готовим на замечательной технике Зигмунштайн Я вас уверяю, эта техника со вкусом Вот, и я прошу вас, отложите все, что вы сейчас делаете Я хочу сыграть с вами в игру Игра несложная Давайте сразу определимся Синяя ложка – это дилера Желтая – это асхаб Хорошо? Я сейчас вам задаю вопрос Если вы считаете, что асхаб – это правильный ответ, то поднимайте желтую Если дилера, то синюю Договорились? Сейчас мы все про вашу семью подробно и узнаем Итак, первый вопрос Кто главный транжира в семье? Друг на друга не смотрим Ну, можете посмотреть А с чем связано? Что именно? Ну, я не знаю, вот когда приходят деньги Ему надо все потратить Да, я вот Реально, у меня в голове… Показывают все деньги в семью Жена Ну, есть, конечно, какое-какое перераспределение Но оно совершенно такое, мизерное В ее адрес После покупки Камри остается на АКУ, да, немного денег? Ну, если так можно сравнить, да А вы за этот момент не ссоритесь, не ругаетесь, не говорите? Где положенные… Не, не то что где, я-то знаю, где они Просто я говорю, надо как-то рационально распределять То есть он транжирит, покупает что-то, вы перепродаете И деньги возвращаете в семью Все, отлично Кто начинает ссоры в семье? Можете посмотреть друг на друга Как это происходит? Давайте я лучше скажу Мне кажется, все-таки… Только ссору не начинаете сейчас? Не ссора, я так считаю То, что реально Атмосфера в семье и настроение в семье Во многом зависит от супруги То есть есть настроение Представьте себе Ну, вот я сейчас буду на тебя смотреть И буду улыбаться Ты хочешь, не хочешь Ты повторишь за мной это действие, правильно? Но если я пришел с работы И жена будет вот так То же самое получается, правильно же? Ну да То есть супруга во многом должна понимать То, что человек, который пришел с работы Ему как бы… Она должна войти в его положение И так далее В общем, создать настроение Согласен же? Конечно А если причина – первый вопрос? Как войти в ваше положение? Мы редко ссоримся Редко ссоримся? Но бывает причина я В таком случае Кто же первым идет на мировую? А, вот так все Что у вас слишком много совпадений Вы мои вопросы не видели до передачи? Нет Нет? А как это происходит, Делян? Что он не ожидает Неожиданно находится зарплата, да? Цветы? Нет Он просто тихо, мирно объясняет Что я была неправа И что надо признать свою вину А, вот так Он тихо, мирно, спокойно объясняет Что я была неправа Да Футбол любите? Я, честно сказать Не такой поклонник футбола Но в свое время пришлось Однажды меня мой товарищ Потащил на футбол На матч Реал-Барса? Да, какой Анжи Махачкала И пришлось стать на ворота После того, как вратаря Реал-Барса травмировали Нет, нет На Динамо как-то мы пошли Когда еще матчи на Динамо проходили Блин, я хочу сказать Что то ощущение, которое передает сама атмосфера Находясь на этом футболе Это вообще другие вещи Чем нежели ты смотришь по телевизору Вопрос такой Предположим, что идет У вас один Все предполагаем просто Один телевизор на семью Идет в финал Лиги Чемпионов И допустим, финальная серия Любимого сериала Турецкого Там турецкий хинкал готовит Финальная серия Нужно посмотреть, как все происходит Какой канал будет включен? Канал, по которому идет футбол Или где идет заключительная серия сериала? Наверное, все-таки так Та-дам-таран-таран А вот и ссора начинается Понятно Ну ладно, вы дома разберетесь Тогда в итоге Что именно вы будете смотреть? Заключительный вопрос Вы пришли в торговый дом Киргу Напоминаю, дом, в котором есть абсолютно все Для вашей семьи И уже определились с покупкой Но, тем не менее Сейчас за кем-то должно остаться последнее слово За кем остается последнее слово? Приобретаете вы это или нет? Понятно А есть и кастрюли? Тоже Дело в том, что я доверяю целиком и полностью Асхабу В выборе техники Почему? Потому что у него идеальный вкус Он еще и работал И работал в этой сфере И поэтому я просто на 100% Уверен С закрытыми глазами Отлично Ну что ж, все, 5 вопросов задал Замечательные ответы получил Я думаю, мы зарядились Немного отдохнули Давайте продолжим готовить ваши замечательные блюда Прошу вас, Асхаб, проходите И мы продолжаем У меня есть еще для вас один приятный сюрприз Перед тем, как мы продолжим приготовление наших блюд Предлагаю вам прерваться на кофе-брейк Мы попьем сейчас замечательный кофе Который приготовлен в кофейне Family Есть такая замечательная сеть кофейн Family Для всей семьи Абсолютно вы можете прийти с супругой, с детьми Посидеть И понять, что там по-настоящему очень вкусно И мы можем даже сегодня после кофе-брейка И после того, как все приготовим Спуститься и в этом убедиться с вами Полностью, да Кофе в студию Ну, а вот и сам кофе Ароматный кофе От кофейни Family, как я уже сказал Прошу, попробуйте Я абсолютно уверен в том, что вам понравится И вы будете только даже из-за кофе приезжать Именно в кофейне Family А какой аромат? Уважаемые телезрители, вы меня простите На самом деле процедура очень простая Вам всего лишь нужно посетить эту копейню И точно такой же кофе будет в ваших руках Прелестно 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже так, мы любим большие компании, дружные компании, веселые компании И часто бывает так, что мы собираемся с друзьями, собираемся где-то на базе отдыха или же просто на море сходим Проводим очень интересное время Для нас не принципиально где его проводить, главное, что у нас есть команда Садик позволяет вообще отдыхать? Конечно позволяет, у меня не такой прям график, чтобы я была полностью там занята А нужно ли у ребенка забирать детство, вот его отдавать в одну секцию, во вторую, иностранные языки Чтобы вот ребенок постоянно чем-то был занят Говорят же, нужно занять ребенка так, чтобы у него не было времени на глупости А так ли это на самом деле? Как вы считаете? Я считаю, что в плане того, что, допустим, мальчика, я считаю, что нужно Особенно наших дагестанских детей, что касается мужского пола Да, на самом деле нужно отдавать и в секцию, чтобы реально дух вырабатывал своего ребенка Девочек все-таки, она любительница, она сама на красный диплом все закончила И она хочет из девочки, как бы там, я не знаю, вундеркинда сделать Я абсолютно не сторонник этого Но она недавно отдала девочку на ментальную арифметику Так она уже научилась так Стихотворение рассказывает, трехзначные цифры как бы В уме умножает А, складывает И ответ говорит, и плюс еще говорит, рассказывая стихотворение, это нормально? Я за то, чтобы отдавать детей в различные секции Почему? Потому что ребенок, он изначально, он не может понять, что он хочет А вот отдавая вот в различные секции, он может понять, что его, а что не его Поэтому только таким способом мы можем понять, к чему он более приближен На самом деле, когда родители отдают детей в секции, да, вот Они просто этим самым, как бы, да, вот Они хотят, как бы, свои желания, как бы, привести вперед Там вот я хочу, чтобы мой сын, там, допустим, где-то что-то Какой-то спортсменом стал, каким-то спортсменом стал и так далее Я, например, к этому так подхожу, да, я вот, допустим, буду за ребенком наблюдать Нравится ему это или нет То есть, если это ему реально, вот, как прям, вот, нравится ему, он прям кайфуется То есть, я его, именно вот эту сторону буду развивать в будущем, да, вот Я так считаю Я с вами полностью согласен За разговорами мы немножко отвлеклись от самого главного От наших блюд На каком этапе у нас все? Ну, в принципе, мы уже на фишечной займой, да? Я тоже все ингредиенты уже подготовила Ага, остается совсем чуть-чуть, да? Мы просто будем заворачивать наш хинькал Но это не может не радовать, если честно Не может не радовать меня и всех, кто с нетерпением ожидает, когда же мы уже попробуем все эти блюда Дорогие телезрители, мы сейчас ненадолго прервемся и вернемся, когда уже все будет готово Будем пробовать турецкий хинькал и остальные интересные десертные блюда Не переключайтесь Мы вернулись в студию галереи вкусов, торговый дом Киргу Дом, в котором есть абсолютно все Все также на четвертом этаже Но отличие в том, что наши блюда уже готовы И они выглядят очень аппетитно Я понимаю, что это заслуга наших сегодняшних гостей Но не будем забывать о том, что техника со вкусом Зигмунштайн им в этом сегодня помогала И именно поэтому все так гармонично, все так красиво выглядит И осталось проверить, как это все на вкус Начнем с чего? С турецкого хинькала С турецкого хинькала Я и не сомневался, что с него надо начинать Там с сушеного мяса, этого все не бывает, да, я так понимаю? Мне один кусочек хватит, спасибо Там можно импровизировать Импровизировать в смысле? Ну, с ингредиентами Можно кушать вилкой, можно кушать ложкой Нет, с ингредиентами можно кушать Можно и с мясом, можно и с курицей попробовать А почему вы не кушаете? Меня это настораживает И как? Очень вкусно Все очень вкусно Вы сегодня не на четвертом этаже Поэтому Это хинькал, мы сегодня сидим сами А я же вам все время подсказываю, где нас надо искать Каждый день прошлись по четвертом этажу Сегодня нету, ладно, завтра придем И вот как-то периодически будете на нас попадать и будете пробовать Что вы можете сказать? Получилось ли, как вы планировали? Да Получилось Я должен сказать, что на самом деле очень вкусно И на что это похоже? Как бы что-то по вкусу напомнило мне? Тот же вопрос и тебя Как ты думаешь, что тебе это напоминает? Ну такая, знаете, чудушка, но только такая легкая Такая нежная, приятно кушать ее Хочется даже вот еще штук пять с собой вы меня же завернете, да? Обязательно После передачи Что мы пробуем дальше? Так, говори Дальше мы пробуем наши блины Это обычные блины Но начинка у них шоколадно-банановая А где там бананы? Я даже его не вижу Внутри Все внутри Попробуйте Почувствуете вкус А вы что, не пробуйте? Я все время переживаю За свое здоровье Попробуйте Попробуйте бананы Все нормально Попробуйте И вы останетесь живы Да, да, да Так Ну вы знаете Сейчас бы еще кофе из кофейни фэмили Да, самое то Да, да, да И было бы вообще хорошо Я оставлю эту тарелку Сейчас вниз спущусь Закажу себе кофе И хорошенько посижу так Как я обычно говорю Подразню всех турецким кинкалом внизу сейчас Я обычно говорю Вытаскивай мой язык Я-то его проглочил Так Вытаскивайте Пока вы вытаскиваете его язык Я должен понять Что мне дальше пробовать А, теперь это моя стихия Ага Так, это тебе Так, что это такое вообще Объясните Это мороженое? Фруктовый салат Я его так назову Ну, раз мы его Положили в мороженницу А, мороженое должно растаять вот так? Да, конечно И там что, бананы у нас? Тут бананы Тут ананас Тут яблоко Тут граната Граната И украшено мятой И сливочное мороженое Полноценное сливочное мороженое Ну, хоть здесь вы не сказали мне Ты кушай Начали Первыми Привычками Да Очень-очень нежный Приятный вкус Я не буду спрашивать Что мы пробуем в следующем Потому что, как я понимаю Это будет Замечательный напиток Мохито Да В нем Я думаю Я этим никем не удивлю Но Самое то Сегодня Ммм Прекрасный вкус Замечательный вкус Мне Да Очень понравилось Мне тоже Получилось четко Получилось замечательно Ну Что я Что я хочу сказать в свою очередь На самом деле Действительно Вот Каждый раз думаю Придут гости Ну чем они уже меня удивят Не буду лукавить Бывают Приходят И не удивляют Ну Я-то Меру своей воспитанности Говорю Ой Все было великолепно Но сегодня Не кривя душой Хочу сказать Удивили Очень вкусно Новый вкус попробовал Который доселе не пробовал И И по этому поводу Хотелось бы Вам Кое-что подарить Ого Очень приятно Вот такой сертификат На приобретение продукции От Зигмундштайн Здесь в торговом доме Киргу Вы можете себе Что-нибудь интересное Подобрать Можете Доплатить И взять вообще Что-то невероятное А можете Под эту сумму Что-нибудь подогнать Обязательно Воспользуемся Этим сертификатом Огромное спасибо Да Спасибо вам Обязательно Воспользуемся Этим сертификатом Несколько слов В адрес наших телезрителей Которые я уверен Получили огромное удовольствие От такой прекрасной семьи Как вы Прошу Вперед Всех организаторов Этого проекта Мне очень хочется поблагодарить За то, что За то, что пригласили нас На эту передачу Огромное вам спасибо И хочется пожелать Нашим телезрителям Семейного благополучия Счастья Мирного неба над головой Чтобы царило В вашей семье всегда добро Ласка Уют Чтобы такая была же вкусная жизнь Как сегодня Наш стол вкусный Ну а мне хочется Поблагодарить Организаторов Данного проекта Мне было очень приятно Участвовать В этой передаче Готовить на такой Прекрасной кухне И пользоваться Этой бытовой техникой Зигмундштайн На самом деле Поражен Ее возможностями Телезрителям Хочу пожелать Всего самого наилучшего Чтобы достаток И мир царил В вашем доме И будьте всегда Благодарны За то что у вас есть И всегда у вас будет Преумножаться Преумножаться И преумножаться До новых встреч Спасибо большое Ну что я хочу сказать В свою очередь Дорогие телезрители Как вы заметили Торговый дом Киргу Дом в котором есть Абсолютно все И даже такой уголок Где Как будто Я каждый раз Как будто в гости прихожу Фон не меняется Кухня все та же А семьи разные И у меня ощущение Что не ко мне в гости приходят А я прихожу в гости Вот И много чего интересного Знаю о семьях Много интересных блюд пробую За что Огромное спасибо Галерея Вкусов Огромное спасибо Нашим сегодняшним гостям Спасибо тебе Усутан Торговому дому Киргу Дом в котором есть Абсолютно все И в данном случае Техники со вкусом Зигмундштайн Я не прощаюсь с вами А говорю вам До свидания До новых встреч До новых встреч Не упусти свой шанс Выиграть квартиру В Махачкале Хасаверте Или в Дербенте Купи в магазинах Компании Киргу Товар с желтыми ценниками Все подробности По номеру 8800 770 3003 И на сайте Киргу.ру Киргу Дом в котором Есть все Зигмунд Энштайн Волшебство На кухне Полный спектр Крупной И мелкой Бытовой техники Передовые технологии И оригинальный Дизайн Зигмунд Энштайн Вкус К жизни Был ягненок Или нет Все-таки Наверное Козел На вертеле И его Подавали А как вы поняли Что это был Все-таки Козел Рога Торчен А А